здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а у меня закончилась вот моя биологически активная добавка которую делаю я своими руками она очень помогает мне для не только для меня для моего здоровья для состояния кожи лица идеальные работы организма но и для моих мальчишек я бы сказала так что это добавка белковая на скорее всего именно вот им подходит вообще идеально мужчинам которые занимаются спортом белковая добавка вот в такой именно композиции как на основе вот это вот семена тыквы это семена льна семена чиа киноа это кунжут а также арахис и семена подсолнечника единственно что здесь не хватает это грецкого ореха семена я иногда кладу сюда грецкий орех сейчас я буду делать без грецкого ореха когда меня спрашивают в каких количествах выбирайте сами у каждого свой организм вот меня устраивает вот такой вот вариант а вы смотрите вы композиции можете абсолютно сами главная основа это тыквенные семена теперь мне присылают чьи-то сайты каких-то там мужчин которые там из тыквенных семян делали и молоко и сливки и так далее девочки сразу вам хочу сказать это вот конечно же идеальный белок если все вместе это будет идеальный белок потому что по-своему действует семена льна во первых они слегка слабят это очень очень полезно во первых во вторых что такое семена чья и почему я их добавляю так сейчас такую сторонку чтобы было видно почему я добавляю семена чья ведь я не просто так подбираю вот такие композиции потому что в семенах чья есть витамин а кальций витамин b12 витамин c есть железо магний и все это мне надо это шалфей испанский это мощный шалфей испанский растения семейства яснотковых именно рот шалфея это мощная противовоспалительная поэтому у меня все вот это вместе взаимодействует как изумительная добавка как делают там просто из тыквенных семян там молоко и сливки ребята во первых что что я могу сказать конечно недостаток белков питания вызывает у детей это замедление роста да у взрослых это глубокие изменения в печени нарушение деятельности желез внутренней секреции изменение гормонального фона вот девчонки которые говорят глупости например я стала употреблять соду по утрам и у меня стала шелушиться кожа подождите а как вы питаетесь вы питаетесь как я у вас есть вот такие биологические добавки я очень сильно сомневаюсь не надо с меня брать пример я лишь показываю свой образ жизни но мой образ жизни отличается от вашего если вы кушаете жареные котлеты если вы любите макароны и жареная карту жареный картофель то понятное дело что мы с вами на разных абсолютно языках разговариваем теперь вернемся я пока буду делать можно я буду рассказывать вам заодно потому что я включила камеру потому что вы меня об этом просите когда я что-то делаю включать камеру вот я и включила и а когда буду перемалывать я буду постепенно отключать поэтому видео может быть получится достаточно долгое но зато мы поговорим и я объясню вам почему я не обращаю внимание на тех людей которые по-своему вам рассказ во первых того мужчину ссылочку чью вы мне прислали пожалуйста не присылайте не потому что во многих вопросах мы на разных с ним полюса забыла вас выключить час на секунду так ну вот пока я перекладываю скажу и вот что я вам скажу что я еще раз говорю что недостаток белка это очень нехорошо до сердечной мышцы это ухудшение памяти работоспособности поэтому такая белковая приправа добавка бат которую я добавляю абсолютно во все блюда я добавляю в гречку я добавляю в рис я добавляю в печености выпекают например шарлотку я добавляю туда я добавляю в супы в общем салаты но везде везде где можно я добавляю в бутерброды делаю сыры и в сыры добавляю это изумительно это изумительная белковая приправка вот но но я не могу позволить себе сделать вот такое молоко как вы мне ссылочку делали или там как называется сливки из тыквы молоко из тыквы что упаси боже конечно еще раз говорю недостаток белка это плохо дефицит белка уменьшает устойчивость организма к инфекциям снижается уровень образования антител но вы же посмотрите на человека когда у человека желтое лицо когда вы такое иссохшие иссохшие скажем так кожа то нужно задуматься а почему например я знаю почему во первых когда избыток белка а если вы будете пить и такое огромное количество как он разводить и сливки делать и пить это то вы что у меня такая банка но я не знаю там на может быть на две недели хватает а у него получается за три дня он выпивает вы что избыток белка если количество белка в рационе как бы если незначительно превышает необходимое для поддержания азотистого баланса то вреда от этого нет избыток аминокислот в данном случае просто используется как источник энергии в качестве примерно можно но сослаться на вот на эскимоуса давать которые они мало употребляют углеводов ну и примерно в 10 раз больше белка чем требуется для поддержания азотистого баланса однако для большинства людей при отсутствии интенсивных физических нагрузок потребление более 1,7 грамм на килограмм веса вот запишите 1,7 грамм и он об этом наверное не читал а поскольку у меня книги специальные то я знаю дозы 1,7 грамм на килограмм веса вот если может привести это к неблагоприятным последствиям если вы более 1,7 грамм на 1 килограмм веса употребляете это избыточное поступление белка с пищей она вообще-то не приносит пользу избыток поскольку понимаете в чем дело там не могут накапливаться в организме вместо этого печень она превращает излишки белка смотрите что происходит в глюкозу нам это не надо сахар нам это не надо и азотистые такие соединения которые тоже такие как мочевина которую почки должны активно выводить из организма там очередь кроме того особую важность приобретает соблюдение оптимального питьевого режима избыточное количество белков приводит кислой реакции организма что в свою очередь увеличивает потерю кальция кроме того вы знаете когда кислая реакция организма и среда вы понимаете что какие клетки там могут развиваться вот подумайте об этом и еще хочу о мясной пище почему вот мясной белок вообще не стоит употреблять почему красное мясо не употребляю почему не не употребляю свинину категорически потому что мясная пища дон колберт написал в своей книге откладывается в суставах вызывая развитие подагры мне это не надо с этим борюсь понимаете и борюсь успешно без врачей борюсь борюсь успешно у меня нет подагры а ведь уже были такие как бы предпосылки сбоку на рост был исчез ушло и что вы мне предлагаете служит того человека да я к этому очень щепетильно отношусь девочки поэтому проблемы связанные с избытком белка мне тоже не нужны они конечно встречаются крайне редко вот обычно в обычном рационе таком вот как у людей которые там жарят все такой сильный недостаток белка конечно же сильный недостаток белка и источник белка я вам обязательно конечно же расскажу вот дальше я опять должна засыпать вот как бы тогда я скажу вам что у меня недостатка белка поскольку я занимаюсь собой я занимаюсь и спортом и мне нужно все время восполнять во первых белок это не у вас не будут обвисать мышцы мышцы в том числе мышцы лица у вас не будет такого скажем так такой нужды делать ботокс я не знаю по крайней мере долгое время что-то я не знаю но вот у меня приятельница сделала ботокс один раз второй раз третий раз и вы знаете что то лицо у нее так стало искажаться ничего не хочу сказать но так лицо стало некрасиво искажаться и я заметила что но буквально три-четыре месяца и что-то вот не то еще хуже и больше морщин и она говорит что это такое я говорю ну что вот теперь ей она мне говорит теперь все ей нужно постоянно это делать вот и я думаю она она ведь меня звала говорит идем там там я говорю да нет я не вижу никаких проблем у себя я не пойду тебе нужно ты иди зачем это мне надо я говорю не я не пойду себя увидела там кита действительно реальные какие-то проблемы у меня все в соответствии с возрастом замечательно я не хочу абсолютно я говорю он господь бог меня настолько бережет каких-то скажем так ангелов-хранителей ко мне отправляет которые следят за мной наша они мне шепчут на ухо катя посмотри баночка то пустая пора делать белковую приправу ну вы поняли да девчонки какие ингредиенты и вот так вот я все это смешиваю добавляю делаю пока она у меня не будет полная потом добавляю и делаю и пасты мажу особенно растущему организму деткам как это необходимо а увядающему организму ведь катастрофа вы же посмотрите на чем сидят наши пожилые люди скажем так женщины в возрасте леди вы посмотрите на чем они сидят это же ужас на макаронах и просто на какой-то кашке в крайнем случае там картошку супчик так сказать в кавычках а в этом супчике ну обнять и плакать скажем так это не от того что кушать нечего нет от того что знаний нет девчонки знаний нет откуда эти знания да это должны быть знания я не знаю 6 7 8 9 10 класс 11 это в школах надо рассказывать не ерундой заниматься которую нафиг не нужно то химия физика особо по химии должны быть основы вот белки жиры углеводы конкретно о них рассказывать вот такие примеры показывать все девочки химики учителя смотрите рассказывайте учите деток рассказывайте и чтобы у вас мышцы были хорошие и на лице для ремонта вот так вот говорите для ремонта поврежденных мышц мышечных вернее клеточек требуется достаточное количество вот этого белка и дальше рассказывайте где есть белок где можно взять не идти в аптеку за рекламными всякими добавками которые мы вообще не знаем что там вот тут я знаю что у меня а там что за песок я не знаю ну вот как то так девчоночки и так в общем для того чтобы у вас деятельность вашего организма была нормальной чтобы у вас не ухудшалась память чтобы у вас была хорошая работоспособность да потому что белки они участвуют практически но во всех процессах организм во всех вот а запасы белка в организме человека они практически отсутствуют а новые белки они могут синтезироваться только из аминокислот поступающих с пищей и распадающихся белков ткани организма понимаете из веществ входящих состав углеводов и жиров белки не образуются вот по этой причине нам обязательно надо употреблять вот такие вот бады свои собственные потому что мы сто процентов знаем вот это белок вот это белок да кто-то пойдет вот у меня пол там 500 грамм белка где вы купите столько и по какой цене мне интересно а дефицит белка это тоже катастрофа да снижается уровень образования антител да нарушается синтез вообще в общем если я буду рассказывать это вообще кроме того белковая недостаточность сопровождается витаминозом b12 уходит витамин а д к и так далее это влияет конечно на состояние здоровья ну все будьте здоровы я вас всех люблю вот таким образом я буду продолжать делать свою белковую приправу и продолжаю свои семена загружать в замечательнейшую кофемолку которая имеет у меня видите я показывала уже много раз вот такую вот мукомолку насадку не разные насадки и я здесь у меня специально насадка для вот таких вот всяких дел вот у меня есть мукомолка прям мука и получается изумительно изумительно вот такие приспособления лучше приобретайте делайте радуйте своих родных и близких вы забудете что такое ходить бродить по больницам я этого не делаю просто не делаю десятилетиями слава богу ну все естественно бывает форс-мажоры так скажем но это не от нас уже зависит на все воля божия если он дает мудрость нужно ее брать а он ее дает безвозмездно и в неограниченном количестве будьте благословенны вы и ваши близкие а самое главное будьте здоровы пока пока я вас всех люблю